Как помочь сыну выбрать профессию? Ой, вопрос очень объемный, постараюсь кратко, буду стараться как могу. Опять у меня мелькает моя идея сделать семинар для родителей на тему, как найти свое предназначение, но семинар такой понятный, без эзотерики особо, без каких-то там космических идей. А вот какие факторы действительно влияют, которые могут помочь ребенку, человеку найти свое предназначение, и что нужно делать родителям, которые задаются таким вопросом, что вот у меня есть сын, и мне хочется ему как-то помочь выбрать профессию. Давайте начнем по порядку. Есть психологи, которые считают, что для того, чтобы произошел выбор профессии, произошло определение какое-то в жизни, должен наступить у человека определенный возраст. Этот возраст 21 год. Когда мальчику и девочке исполняется 21 год, у них в мозгу заканчивается процесс, который называется меленизация. Это когда вокруг нейронов возникает такая оболочка, очень похожая на провода с изоляцией. Провод такой металлический, там идут жилки такие медные или алюминиевые, и сверху идет такая оплёточка, которая защищает, чтобы током не ударило тех, кто за этот провод берется. Так вот эта оболочка, вот это и есть, наращивание этой оболочки, это и есть вот эта меленизация. Вот этот процесс меленизации у нас в мозгах заканчивается как раз вот к 21 году уже все сформировано. И вот считается, что с 21 года можно как-то выбирать профессию, как-то планировать свое будущее, пытаться увидеть это будущее, как-то что-то, да, строить такие далеко идущие планы, связанные с реализацией и себя в этой жизни. Так вот, что интересно, что в Америке совершеннолетие как раз с 21 года и начинается. Не так, как у нас с 16, да, а с 21 года. Как раз когда этот процесс, он, так сказать, завершен. И что же тогда? Алкоголь, да, сигареты, все это с 21 года, если я не ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь, но алкоголь, по-моему, точно с 21 года, ребенок может уже по-взрослому, что называется, да, оценить вот эти свои силы, вот этот свой выбор, да, и тогда он может как-то выбирать, может как-то определяться. Но в нашей жизни есть еще и другие факторы, помимо вот таких вот, да, процессов физиологических, как меленизация, да, которая завершается к 21 году. У нас еще есть, у детей есть родители, которые определенным образом опасаются за будущее ребенка. И когда мама или папа задает, это, кстати, мама писала вопрос, как помочь сыну выбрать профессию, когда мама задается таким вопросом, то, возможно, она будет удивлена, что помощь как раз лучшая будет в том, чтобы не мешать этому процессу, вот. Не настаивать на каких-то своих вариантах и не предлагать спасительные быстрые решения, которые могут как-то от чего-то уберечь, вот. Потому как такое насильственное и такая попытка причинить добро ребенку может привести к тому, что он, ну, самое простое, да, это он влезет в какой-то странный вуз, с точки зрения мамы, достаточно успешный, да, но ребенку совершенно ненужный и не близкий по духу, по его внутренней организации, по его типу личности, да, и там придется потратить уже пять лет своей жизни для того, чтобы получать такую профессию, которая не имеет отношения абсолютно к будущему ребенка. Интересно, что когда ребенок залезет в такой институт, то там включится другой механизм, да, что надо же довести начатое до конца. И есть вероятность, что эти пять лет все-таки пройдут именно в этом вузе. Поэтому, когда вы хотите помочь сыну выбрать профессию, вы должны как раз наоборот не мешать. Мне нравится в этом плане аналогия с растением, которое мы с вами можем приобрести в каком-нибудь супермаркете, прийти домой, поставить его в горшочке, а потом, в зависимости от того, как оно растет и наполняется, ветки становятся больше. Мы понимаем, что надо пересадить в более подходящий горшочек. Мы пересаживаем и пересаживаем потом еще, и мы видим, как оно растет, и мы понимаем, что нужно его ставить к солнышку, да, там на подоконник. Мы понимаем, что хорошо бы ему достаточно места, если вдруг растение у нас растет объемное, то мы понимаем, что нужно, чтобы рядом, ну, близко друг к другу растение не ставить, чтобы у них было пространство. И вот оно растет, и представим в этой ситуации, да, что есть какой-то план где-то у кого-то, как-то у природы, у Бога, у биологии, неважно, да, как это растение может раскрыться и какого оно может быть, да, в результате. Так вот, так же точно и с человеком, когда мы даем определенные благоприятные условия, когда мы предлагаем свою помощь аккуратно, ненавязчиво, да, то мы таким образом делаем благодарную почву для того, чтобы наш ребенок определился и прислушался к себе. Вот этот вот механизм прислушаться к себе можно очень легко заглушить нашей попыткой причинить добро. Потому что ребенок, если он будет находиться в каком-то смятении, в какой-то растерянности, то он может зацепиться за ваше решение, которое вы предложите. Тем более вы можете творчески расписать все его плюсы, забыв о минусах, и пребывая тоже в таком тревожном состоянии. И ребенок схватится за это, ну вроде мама дело говорит, давай. И потом это все будет выкинутые годы. Вот поэтому моя рекомендация, что помочь сыну выбрать профессию можно, вот вспахивая эту почву, да, поливая ее, окучивая, да, вот аккуратно не привнося туда своих решений в этот выбор. Вот. И отвечая на запрос сына, если этот запрос поступил вам. То есть, мам, ты могла бы, например, мне поговорить с дядей Борей, который работает в том-то вузе, вот я там выбрал одну специальность интересную, вот там, может, как-то поможет устроиться или что-то. Вот тогда вы выходите на арену и начинаете уже помогать, если можете, если не можете, не помогайте. Или найти того, кто может помочь. Ну вот выбрать профессию, действительно, самый идеальный, лучший вариант, это когда человек это сделает самостоятельно, прислушавшись к себе, оценив свои как-то силы и, может быть, протестировав какие-то, да, варианты для себя. И тогда, может быть, прислушаться к себе будет легче. Вот я за такое решение этого вопроса. Это очень важно. Ну и мы знаем, если уже про растения я сказал, да, другой вариант, когда берут, например, да, там, емкость и предлагают маленькому появившемуся арбузику на бахче стать арбузом квадратным, да, помещая его в определенную емкость, арбуз начинает расти и вот в результате имеет квадратную форму с закругленными углами. Это потом так забавно, резать арбуз, а он в разрезе, ну, такие квадраты, да, и это, конечно, интересно. Но вот если мы ребенка ведем по какому-то своему плану, вводим во взрослую жизнь, да, советуем ему профессию или навязываем, да, то мы фактически вот стараемся сделать, ну, квадратный арбуз. И если мы не сделаем этого, то арбуз будет разный. Он может быть овальной формы, круглый, он может быть прям сильно вытянутый в какой-то такой, как кабачок, но это будет уже, что называется, его решение, да, какой он формы будет. А так мы, ну, мы из ребенка, да, грубо говоря, делаем квадратный арбуз. То есть это сделать можно, да, в принципе. Но вопрос, что потом, что дальше.